Привет, меня зовут Эрнест, давно подписан на ваш канал. Машиной владею где-то два года. Все было хорошо, 1.6, AMG, turbo, AMG пакет имеется ввиду, но немного не весело ездить. Казалось мне, поэтому я решил сделать стейдж-1. Сделал стейдж, поговорил с ребятами, которые обслуживают мою машину, сказали они, нет, чувак, так делать не надо, 4 цилиндра у тебя всего, можешь приговорить. Думаю я, ладно. Откатил тачку назад, но поставил небольшую весеную. Коробка теперь в режиме адванс. Прекрасная машина, ни разу не был в ДТП, ровно до декабря 23 года, сразу после свадьбы я ее хлопнул. Причем и спереди, и сзади. Очень интересно получилось, я заезжал на работу, скользко на паркинге, впереди едет финик, он остановился и успел перед самой стеной, но встал как скопанный. А следом я поскользнулся и въехал прям ему в заднюю часть автомобиля. Приехал в него, стало быть, очухался, тут же меня приезжает сзади, по-моему, Санта-Фэхенды. Тяжелый был день. Да уж вижу. Да, посмотрели на машину, понял, надо чинить, починил, но в голове держим мысль о том, что мне все еще не весело даже на прокачанной коробке ездить. Думаю, поставлю новый диффузор и у ребят в ультразвуке поставлю стандартные четыре слова. Ультравышлоп. Я смотрел все ролики про Мерседесы, про Сэшки особенно. Смотрел интересные достаточно предложения Игоря по поводу новых роликов уже на китайские автомобили. Топ китайских автомобилей, по моему мнению, на которых стоит сделать тюнинг выхлопной системы. Все еще жду, очень классно, мне кажется. За этот месяц, пока я без автомобиля, я успел покататься на многих китайцах. Интересно, как они после вашего тюнинга будут слушаться. Вообще беспонятен. Лучше немец, лучше немец. Чисто мое мнение не настаиваю на том, что оно последнее в инстанции. Когда садишься в китайский автомобиль, берешься за баранку и понимаешь, что она как будто бы пустая. Нету души. Хотя фанзик очень веселый, красивый. Когда садишься, пусть даже старый премиум, ты понимаешь, что это автомобиль. Ты берешься за руль и он в тебе просто отдачу тут же дает. Все, я готов. Я вчера буквально забрал свой автомобиль после ремонта. Нажимаю на тапочку и автомобиль, пусть и 1,6. Да, тут всего 156 сил, но ездит он на 250. Разница между китайским автомобилем на 250 лошадей и моим 156. Это в том, что это автомобиль, а китайцы это фантик. Какие ожидаю я эмоции от выхлопа? На самом деле мне, как я уже сказал, тачка нравится. Очень качественно собрана, очень резвая, пусть и малолитражка. Но веселого бу-бу-бу не хватает. Когда даешь тапочку в пол, слышно вовсю обороты, слышно, как турбина водит. Но выхлопа... Хочется это исправить. Ну и, конечно же, вот одна блямбочка, это ни о чем. На МГ обвесе нужны 4 соло. Спасибо. Ё-па-на-с-а-те. Ты точно 1,6? Наконец-то появился благородный бас. Слышно так же, как и на японцах, турбину. Все шикарно. Можно сниматься в форсаже, улетать на Луну, в космос, не важно куда. Это великолепно. Друзья, если у вас немец, обязательно приезжайте в ультравыхлоп. Великолепный сервис. Сейчас будем раздавать боком. Чего тут добавлять? Нужно просто садиться за руль и ехать. И слушать, наслаждаться этим благородным бу-бу-бу-бу-бу. Это великолепно. Именно этого я и хотел от своей машины. Спасибо, друзья, за этот великолепный подарок. Шикарно. Как будто пободрее даже сделалось. Очень вальяжно, развалился, но не нарушая. Просто слушает и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это шикарно. Великолепно. Это просто круто. Как будто бы даже за рулем AMG сидишь. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok